на дворе конец октября а мы находимся в стране куда еще пока что доступ россиянам не запрещен это турция дорогие друзья старинный городок алания на побережье средиземного моря а за мной один из главных символов этого старого города это красная башня и вы можете встретить и на гербе и на различные сувенирной продукции алании и это пожалуй самая старая постройка алании и наше сегодняшнее путешествие мы начнем именно с нее поэтому давайте посмотрим что же там такое внутри есть вообще в алании очень много кошек для них здесь делают специальные домики они тут такие домашние вот посмотрите я вот реально его спокойно поглажу в питере кошечки от меня убегают а здесь вот они заяц и вот пожалуйста с оторванным ушком мы еще очень много встретим что вот мы у башни чтобы добраться кассам нужно подниматься наверх вдоль вот таких вот основательных стен я уже вижу вот этот цементный раствор которым скреплялись эти гигантские кирпичи и даже нельзя назвать кирпичами вот а вот по моему и касса мы сейчас узнаем что сколько стоит вот кизил кюлей что в переводе красная башня 15 турецких лир и отдельно мы посетим доки это очень красиво наверное одно из моих любимых мест в алании доки тоже стоит 15 лир значит 15 лир на наши деньги сейчас умножаем на 3 45 рублей 45 и 45 90 рублей общий билет в этот музей смешно смешно в общем так ночью начинаем билет пещеру горного короля мне нравятся такие подсветки сделаны тут у нас билеты никто не проверил ну ладно все у меня как великолепные веки когда они не в таком конечно же тут макет небольшая историческая сводка вообще алания вот эти земли которые когда-то не назывались алании на самом деле они кому только не принадлежали первые упоминания об алании встречаются еще в четвертом веке до нашей эры потом как мы знаем к первому веку римляне начинает активно завоевывать малую азию и очень долго будет римско-византийский период пока уже там к началу средневековья вы помните разумеется что в пятом веке римская империя пала наступает длительный период средневековья так вот к началу 12 века эти земли завоевывает турецкий султан кейкубат 1 аладдин кейкубат 1 а правильно его звали аллаедин и именно в честь себя он называет город алая поэтому изначально алания называлась не алании а алая и вот когда он приходит на эти земли он отстраивает здесь в первую очередь вот эту башню в которой мы сейчас находимся заметите что она очень необычная в архитектурном плане потому что она представляет из себя восьмигранник на тот момент это период древнего средневековья 1221 год 13 век таких башен практически не было нигде в основном были либо просто круглые башни либо квадратные а здесь мы видим восьмигранник вот эту конфигурацию придумал какой-то гениальный арабский архитектор которого султан специально вызвал пригласил и потом он уже относительно этой башни строят эти стены протяженность которых будет а шесть с половиной километров так все сделано замечательно очень мне нравится когда древние с постройки облагорожены изнутри освещением правильно все как-то по европейски сделано непонятно где лестница а вот это ядрышки блин тут написано нельзя трогать может потрогать мне все таки ты поднять его не могу как поднимали то мое каждое ядрышко там килограмм не знаю по 30 весит и по таким крутым ступенькам снимаемся наверх ступенчиком скажу конечно заменяют всякий фитнес раньше конечно люди явно нет депрессии не страдали ничего пока поднимешься по таким этим уже вся грусть спадет интересно специально такие высокие чтобы я ноги устали а тут свет преобразуется в какой-то еще более магический обойницы это посмотрите какие просто кажется сантиметров 15 шириной не больше это так приходил например один султан другому султану но это это как знаток средневековой истории знаю сейчас по моему охранник придет о какой-то выход вообще-то вот красиво тут кстати будут видны вот в этих промежутках вот просто мой любимый вид потрясающий на судоверфи они называются по-турецкие тарсаны бывает вот возьмешь сапы тут в 5 утра и ты вот подплываешь на сапах никого нет полная тишина рассвет к вот этим докам и встречаешь тут рассвет да в башне 5 этажей нам надо на самый верх подняться так с какой стороны мы поднимемся давай справились а можно синий цена окей 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 с любой стороны нам говорят такой махины о нам повезло пять этажей как-то очень как-то очень быстро наступили я думала нам очень много так подниматься ого тут вот эти люки приоткрыты это видимо отверстие для естественного света вот там просвечивает первый этаж в общем а кто был то этот алая динки и кубат он был сельджукским султаном сельджуки это древние тюкшеские народы собственно турки от них и происходит все сельджукское государство было очень мощно туда входили иран и ирак и армения еще ряд государств и вот это вот этот люк он закрыт сейчас сельджуки были далеко не глупые это был кочевой народ и они прекрасно знали насколько трудно находиться в осажденной крепости на протяжении нескольких недель а то и месяцев и они догадались в центре этой башни пятиэтажной поместить резервуар с водой представьте себе то высотой на пять этажей вот эта колба была полностью заполнена водой где-то у них еще были резервуары может быть стокольном этаже поэтому они могли вполне находиться здесь несколько недель с пресной водой вот эти бойницы маленькие окошечки шириной буквально там 15 сантиметров сквозь них сельджуки сливали раскаленная раскаленную смолу или даже кипяток на нападающих если была осада здесь крепость очень внушительная и конечно могла выдерживать многочисленные нападения поднимемся еще выше на самую террасу как и поняли крепость еще башня называется красный не случайно потому что он действительно красного цвета а из-за сорта вот этого кирпича видите он темно-красного оттенка собственно поэтому кизилкуле красная башня и вот что интересно я не зря обратила внимание еще на первом этаже каким раствором скреплены эти огромные глыбы этот раствор выглядит как такой вот коралловый с вкрапинками ну явно известняка в общем этот бетонный раствор он держался в секрете до сих пор непонятно до конца что там было намешано настолько что представляете этой башне 800 лет ну знатоки сейчас скажут верхняя часть установлена да действительно вот эта верхняя часть это реставрация уже 20 века послевоенная но вся нижняя часть она оригинальная ей 800 лет и абсолютно она не разрушается ничем я думаю предстоит еще столько же клаймбинг и джампинг а фобидно наверно были прецеденты желающие прыгнуть отсюда я бы не рискула конечно а вот это виды это виды скажи вам вот эта коса очень по-особенному смотрится особенно с высоты завершенная маяком естественно вечером здесь все подсвечивается и вот эти башенки тоже подсвечиваются вижу что здесь светильнички вмонтированы и это очень магически выглядит ощущение что ты действительно попал куда-то в средневековье особенно когда включается трансляция намаза она опять раз день тут и такое просто улетаешь дорога к верфи лежит сквозь вот такие вот внушительные стены и как выглядел вход в крепость в жизни бы не догадался никто ну специально было сделано вот такой вот крошечный проем здесь еще специально мягеньким обито надо наклониться вот так чтобы выйти вот сюда чтобы никто не догадался о какой отсюда вид за там вот на крепость открывается сада поесть тут что-то так шатается как-то шатковалка везде проложены дорожки так удобно вот оно вот оно то к чему мы стремились это сухой док что-то арабской я изю написано а тут билетики на а вон там по моему старый макет корабля вот тут еще водичка так плещется в тишине просто султан не иначе вот смотрите так здесь по-турецки понятно вот реально вот эти стены сохранились абсолютно все в оригинале 800 лет и просто сколько всего видели кстати алания долгое время была и под властью италии потом она в ходе первой мировой войны и как раз таки она отходит италии а потом уже только в двадцатые годы возвращается обратно турции и в тридцатые годы первый президент алания мустафа кемали татерк кстати они его так просто они его обожают тут на каждом шагу его фотографии висят его памятники он на купюрах он просто звезда номер один он переименовывает древний город алая в современное название алания там такая забавная ситуация произошла почему да зачем ты переименовываешь что тебе покой не дает алая значит ему кто-то посылал какую-то телеграмму через какой-то корабль значит пятью посредниками какими-то и там была допущена грамматическая ошибка в общем не алая было написано как-то по-другому сейчас не буду забивать вам голову и ататюрк получив письмо он увидел название что как-то она не звучит не хватает туда вот какой-то согласного звука вот этого и он повелел переименовать древний город в аланию поэтому до сих пор в местных кафе встречаются название алая но мы знаем же этот городок как алань а еще там за карта звездного неба вы представляете в таких сухих блоках реально на могло поместиться раз два три 4 5 довольно таки больших кораблей странная дверька здесь можно просто потеряться мяч никто не найдет не знаю стоит ли туда идти конечно а ведь реально они специально такие делали лозы чтобы не пробраться было знаешь насколько там сейчас на телефоне качество снимает это сомневаюсь похожи очень на древние ступени но они ведут к абсолютному тупику поверьте мне на слово странно как будто бы какой-то вход я хочу сказать что вот я не знаю каким раствором это скреплено абсолютно ни одна даже песчинка ее невозможно схватить настолько крепко все даже в турции без турецкого кофе она нужна один а у антарки шкафе с и на удалщика они его варят на песке это не то что наши питерские спешалти кафе не это вот свежую водичку залил сейчас наверно максимум одну ложку с горкой кофе именно турецкий идёт весь такой подразмешал не сильно и все и что здесь сок горячий блин мне домой такую надо штуку честно говоря я не фанат варить кофе в турке получается другой совсем вкус я люблю по классическому в кофе-машине ну сейчас минут пять дожидаемся на кипение не кипятить ни в коем случае сюда присяду опа низкие стучки сюда наверно кладется какая-нибудь сладость лукумчик да вот он лежит очень мне нравится в турке кофе всегда получается с горчинкой такой с перебором они его не процеживают еще через сито и он такой как бы с вот этой гущей иногда даже эту гущу пьёшь ну что чашечка кофе сколько 30 лит 90 рублей считаете 90 рублей но это еще самый-самый центр это такое место туристское а если пойти в места для местных то там вообще будет смешная цена какая-нибудь сейчас просто все русские которые сюда приехали они богачи потому что лира очень упала относительно доллара если в прошлом году за 1 доллар давали по-моему 8 лир сейчас 18 нравится мне эти сервизы чувствую себя херем султан да вот видите с такой пенкой а вот водичка просто что может быть прелестнее эстетика востока нравится мне эти сервизы но предчувствую что если я себе такой домой куплю это будет не то пальто это крепость ну конечно забористо я хочу сказать не то что я из кофемашины себе эспрессо набиваю то есть вот 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 божественно Через неделю в Петербург Там уже пошел снег А здесь я сижу В босоножках Но недолго это продлится, друзья Так что, ваше здоровье Если вы хотите найти По-настоящему вкусное заведение в Турции То, как правило, нужно выбирать Не какое-то там лакшери место В туристических центрах Не обязательно, чтобы оно красиво выглядело А чтобы оно было максимально Знаете, такое вот Старое, может быть, даже обшарпанное Оно должно находиться Где-то в глубинке Где-то в местных дворах И именно в таких местах Где едят, как правило, местные А не туристы Все гораздо вкуснее Это раз Ну а ценные, друзья мои Это просто смешно Особенно по питерским меркам Вот такое вот меню Оно просто ему уже 100-500 лет Оно обшарпанное Но это абсолютно не важно Потому что вот это, на мой взгляд Самое лучшее место в Алании Где можно поесть Ну так, просто по ценам вас сориентирую Допустим, да, кто любит баранину Вы можете взять ребрышки из баранины Причем они будут с гарниром Вы сейчас все сами увидите Это все будет стоить Внимание, 300 рублей Где в Петербурге сейчас огромная порция ребрышек За 300 рублей Я не знаю В общем, пока вы ждете Пока вы сидите И вам официант приносит Вот такие вот всякие закусочки А, да Вот такой Ну тут То, что мушки Как можно согнать Вот Вот этот салатик Вот эти вот таджики И, чувство говоря, ты пока сидишь Такой Ешь И ты уже наелся И вот это все Это бесплатно Естественно Тут в Мисс Холледже Там, вон, посмотрите Как делаются Багические Просто лепешечки Человек, который делает Наверное, их уже лет 10 Просто может Закрытыми глазами Опа Надувает И на сапон гриль их делает И тут Творится Прекрасное Конечно, ароматы Не передать Потрясающие Ну что Вот и принесли мне Мои великолепные Ребрышки Посмотрите Здесь 10 Ребрышек Прекраснейших Жирхом Все, как я люблю Тут лучок Тут еще Лепешечки Вот Все это 300 рублей На секунду Итак, мы посетили с вами Красную башню Сухие доки А сейчас самое время Отправиться В главную крепость Алании И сделаем мы это С помощью канатной дороги Телеферик Алания Что и переводится Канатная дорога Она здесь появилась В 2017 году А до этого Было всего два способа Попасть На крепость На минуточку Напомню, что крепость Находится на высоте 250 метров И вы должны были Подниматься В гору Либо самостоятельно В течение двух часов Либо брать такси А сейчас Вот, пожалуйста Работает канатная дорога Посмотрим Сколько стоят билеты Так, а билеты В оба конца Для человека Стоят 100 турецких лир Это 300 рублей Туда-обратно Ну, вполне нормально На мой взгляд Ну что, подъезжает Наш вагончик Я чувствую Сейчас Смешает Залетай Залетай Опа Ударились Пацаны с нами Сейчас будет Самое классное Это когда он На разгоне Разгоняется И потом В конце Еще так разгоняется Это самое страшное Конечно Кто был На Красной Поляне Уже не удивить Особо Наверное Потому что Здесь высота Всего 160 метров Но все равно Все равно Знаете ли Виды Красивые Открываются Что приятно Что несмотря На неимоверную Жару на улице Здесь То ли здесь Кондей То ли за счет Этих форточек Нету Ощущения Духоты Вот уже Начинаются Красающие Виды На пляж Клеопатра Пляж Клеопатра Самый лучший Пляж В Алании Потому что С ним связаны Легенда Что когда-то Марк Антоний Привез сюда Песок Тонный песка Из Африки Специально Для своей возлюбленной Клеопатры Потому что Дескать Ей не нравился Здешний песок Она В него пачкала Ноги И он Привез песочек Такой вот Меленький Беленький Оцените Насколько Распространилась Застройка В Алании То есть Они уже Строят дома Буквально На горах И все Выше 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 Туда Распространяют Застройку Подъем Занимает Всего Минут Пять Это Конечно Не Сочи Когда Ты там Просто Молишься Богу Уже На На самом Пике Опа Вот эти Вот переходы Они Немного Страшные Трясет Как они Эту башню Строили Точнее Крепость Надо Было Глыбы Носить Представляете Вот Ну Вот сейчас Чтобы Добраться Просто Без Глыб Каких-то Ты все равно Будешь Идти Два Часа А Протяженность Крепостных Стен Шесть Споловиной Километров Здесь Наверное Неплохо Жить Вот В таком Гомике Тебе Сразу Все Видно В то же Время Недалеко Ты От Города Находишься Мы Уже Подъезжаем К концу И там Сейчас Будет Очень Приятное Ускорение Такое ощущение Что Ты Американских Горках Ой Там Воздух Будет Просто Нереальный Тут Потому Что Вот Эти Сосновые Деревья Растут Высокогорные О Начинается Начинается Сейчас Сейчас Быстро Полетим О О Все Ребят Что Испугались Они Барус Не Понимаю Тут Нас Встречают Музоном Вот Зацените Опять Да Насколько Они Здесь Все Продумали Вот Эти Дорожечки Деревянные И Здесь Будет Очень Много Смотровых Площадок Причем Бесплатных Ну Как Ты Заплатил За Этот Телефирик И Все Там Будет Наверху Бесплатная Часть Но До До Нее И И И И И И И Даже Без Нее Уже Вполне Нормально Можно Погулять Вон Какие Виды Уже Открываются Тут Такой Воздух Прям Эти Сосновые Деревья Дают Ощущение Свежести Вот Все Уже Пошел Порт Пойдем Дойдем До Точки Ой Конечно Друзья Мои Я Вот Не люблю Народ Понимаете Не люблю Я много Народа В идеале Сюда Ехать К закату Там Вот Часов Пять Шесть Можно Вообще Даже В девять Вечер Сюда Приехать По-моему Канатная Дорога В одиннадцать Закрывается Тут Вообще Никого Тут Все В огнях Тут Все Подсвечено Ну А вот Здесь Вот Вот Пожалуйста Вид На Порт И там Стоит Очень Много Кораблей Стилизованных Под Пиратскую Тематику Одышка Давно Не поднималась По лестницам Почему Так Много Пиратских Кораблей Потому Что До Того Как Сюда Пришел Аладин Кейкубат Который Вообще Основал Аланию Как я рассказывала Здесь Очень долгое Время Правили Самые Настоящие Пираты И они Здесь Даже В скалах Может быть Это легенды Но я Им охотно верю Закапывали Зарывали Свои Сокровища Потому 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 Здесь Скала Такие Были Очень Удобные Углубления И они Буквально Как Банковские Ячейки Туда Закладывали Свои Сокровища И Собственно Поэтому Здесь Так Много Кораблей Связанных Именно С пиратской Темой Давайте Подниматься Дальше Небольшой Фитнес Здесь То же Самое Только С Более Верхней Точке Более Высокой Точке Что Радует Меня На Любом Любой Смотрой Площадке Присутствуют Удобные Скамеечки Если Вы Задыхаетесь Как и я Можно Сесть Отдохнуть Дальше Пойти Поконент Мы Поднялись По Бесконечной Лестнице И Достигли Таких Крепостных Стен Все Дальше Вам Дороги Нет Все Пока Какие горы А вон Там Вырисовывается Самая Главная Смотревая Площадка Где Написано I Love I Love I Love A Line Застройка Невероятно Плотная Учитывая Что Сейчас Многие Русские Норовят Купить Здесь Недвижимость Они Строят Дома Просто С космической Скоростью Так Мы Достигли Внутренней Части Крепости Где Когда-то Был Самый Настоящий Город Что Интересно Крепость Алании Состоит Из Трех Частей Это Внешняя Крепость Там Где мы С вами Были Красная Башня Средняя Крепость Это Руины Замка А вот Это Самая Интересная Часть Ичкале Так Называемая Внутренняя Крепость Где Когда-то Действительно Был Город Были Городские Учреждения Здесь Были Цистерны С водой Древнее Кладбище Мы Обязательно Его Увидим Лавочки Огороды И так Далее Все Что Нужно Для Настоящего Города Можно Увидеть Кафе Которые Располагаются Прямо Вот Знаете В скалах Вы можете Выпить Чашечку Кофе С Невероятными Видами На Аланию На Башне Лучше Всего Это Делать Конечно Поздно Вечером Когда Здесь Все В Огнях И Вы Сидите Просто Один На Пике Скалы И Время Просто Останавливается Что Интересно Что Это Объект Наследия ЮНЕСКО И Здесь По-прежнему Живут Самые Обычные Люди Вот Например Вот Этот Домик Это Жилой Дом Здесь Живут Семьи И Они В основном Здесь Зарабатывают Тем Что Делают Какие-то Поделки Сувениры Своими Руками И Они Их Собственно Продают Ну Конечно Вот Это Вряд Ли Своими Руками Сделано Это Какая Повса А Вот Там Веерочки Какие-то Там А Вон Видите Нанизывает Какие-то Браслетики Кто-то Там Вяжет Шапочки Они Здесь В два Раза Дороже Чем Вы Пойдете В Туристские Лавки Например В центре Алании Но Тем Не Менее Можно Поспособствовать Местному Бизнесу А Вон Ковры Что-нибудь Прикупить Вот Видите Вот Плетут Какие-то Кружева Припоминается Что у нас Петропавловской Крепости На территории Петропавловской Крепости Тоже Ведь когда-то Были Жилые Дома Они Сейчас Там Остались Просто Насколько Я понимаю Там Сейчас Находятся Какие-то Учреждения И Обычные Люди Там Не Живут А здесь Получается Ты живешь В музее И мы Подошли К Главной Мечети Алании Это Мечеть Сулейманиэ Ей 600 лет Ужас Какой Да Только Себе Представить Шесть веков Этой Мечети Сулейманиэ В честь Того Самого Сулеймана Великолепного Кто Из Вас Валяется Поклонником Сериала Великолепный Век То Это Как раз Таки Он Повелел Основать Здесь Данную Мечеть В Стамбуле Есть Самая Знаменитая Мечеть Сулейманиэ Где Были Сняты Кое-какие Сцены Великолепного Века Кстати В мечеть Туристы Могут Зайти Вот Видите Там Вполне Свободный Вход Для Женщин Лежат Платочки Конечно Нужно Обувь Снимать Но Если Там Сейчас Проходит Например Намаз То Лучше Этого Не делать Нет Лучше Мы Внутрь Все-таки Не пойдем Не будем Никого Смущать Ну Как В любой Мечети Там Достаточно Лаконичное Внутреннее Убранство Но Даже Женщинам Сюда Можно Зайти А вот Здесь Находится Пункт Омовения Потому Что Каждый Мусульманин Прежде Чем Переступить Порок Мечети Должен Омыть Свои Ноги Вот Кирпичи Это Все Это Вообще Не Новодел Это Все Того Времени Еще Красные Кирпичи Мы Такие С вами Видели Примерно В Красной Башне Над Главным Входом Видите Сулеймания Написано Вот Сюда Очень Хорошо Прийти Ночью Потому Что Создается Довольно Таки Мистическая Атмосфера Здесь Древнейшее Кладбище Некоторым Могилам Здесь Аж До 600 Лет Примерно По Мусульманским Обычиям Похороны Проводятся Обязательно В день Смерти Человека То есть Он не может Там где-то Храниться 5-10 Дней И так Далее Его Тело Омывают Над ним Читают Молитву И Заворачивают В саван Выкапывают Яму В земле И Вертикально Погружают Тело Что интересно Над женщинами Держат Покрывало Потому Что Считается Что Даже После Смерти На Ее Тело Никто Никто Не Должен Смотреть Тело Тщательным Образом Омывается Перед Захоронением Потому Что Вообще Мусульмане Очень Как бы Тщательно И придирчиво Относятся К чистоте Поскольку Тело Хоронили Прям День Смерти Человека Животные Через Какое-то Количество Дней Начинали Чувствовать Запах Тления Тела И Они Начинали Раскапывать Землю Чтобы Этим Телом Собственно Полакомиться По Исламу Считается Огромным Грехом Если Тело Умершего Человека Будет Каким-то Образом Осквернено И Что Они Придумали Они Придумывали Обкладывать Женом Кирпичом Вот Эту Вырутую Яму И Таким Образом Запах Женого Кирпича Отпугил Животных Мы Достигли Самого Пика Крепости Высота 250 Метров И Отсюда Можно Оценить Насколько Крутые Здесь Уступы Когда-то Сама Клеопатра Приводила Сюда Своих Любовников Коих У нее Было Немало Не только Марк Антоний И После Проведенной Ночи Она Давала Им Шанс На жизнь Давала Три Камушка И Говорила Если Если У тебя Получится Кинуть Камушек Так Чтобы он Достиг Моря Тогда Я Дарую Тебе Жизнь В ином Случае Извини Ты Умрешь Коварство Заключалось В том Что Отсюда Практически Невозможно Докинуть Камушек До моря Скалы Настолько Крутые Что Если Вы Даже Со Всего Размаху Кинете Камушек Он Все Равно Приземлится В скалы Таким Образом Ни Один Из Любовников Клеопатры Здесь Не Выживал На этом Наше Путешествие По Алане Подошло К концу С вами Была Гид По Петербургу Элина Ямышева Увидимся Продолжение следует